Как много россиян поверят или уже поверили в то, что через VPN могут воровать их личные данные, обсудим это с Игорем Яковенко, российский журналист и социолог с нами на связи. Игорь, здравствуйте. 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 Как социолог и русский журналист, вы лучше нас знаете. Как много россиян повелись вот на эти страшилки? Будет ли достигнут результат, которого пропагандисты хотят достигнуть? Я думаю, что это классический случай неправильного таргетирования. То есть на кого рассчитаны эти страшилки? На тех, кто никогда не пользовался VPN, которые, скорее всего, вообще не знают, как включается компьютер. Ну, как об этом ничего не знает Владимир Владимирович Путин, который, как известно, не пользуется компьютером и вообще не знает, как все это устроено. Ну, собственно говоря, вот поверить в это может только человек, который никакого отношения к компьютерам не имеет. И к интернету, к VPN, и вообще к социальным сетям и так далее. Поэтому это пугают, там, я не знаю, бабушек из отрядов Путина. Вот они могут поверить, что вот это все, вот эта вот вся жуткая паутина, которые с трудом выучили вот это вот буква сочетания VPN. Ну, вот они могут этим друг друга пугать по ночам. А люди, которые хотят получать альтернативную информацию, они ее получают. Так что это все, это все освоение бюджетов. И вот этот вот персонаж Гориславский, это большой специалист, он хорошо известен тем людям, которые интересуются вот этой организацией фашистского государства. И, ну, это вот классическое освоение бюджетов. Так что результативность этих роликов, этой пропаганды, она не близка к нулю, она ему просто равна. А вот, кстати, по поводу освоения бюджета, по данным издания Верстка, обнаружила тендер на портале госзакупок, вот, о том патриотическом воспитании. И вот, смотрите, например, 5 миллионов рублей готовы депутаты, вернее, нет, Госдума выделила 45 миллионов рублей на исследования, связанные с войной и санкциями. И вот, подробнее, 5 миллионов рублей на исследования проблем межнационального несогласия в России, 6,5 миллионов рублей на разработку рекомендаций по законодательному обеспечению и так далее. То есть хотят вернуть военно-патриотическую доктрину, потому что вот в связи с войной, вот эта вот вся их история о том, что Родину защищаем, начала трещать по швам. А вот как думаете, это будет очередное освоение бюджета, ориентированное на бабушек, или все-таки попытаются поднять патриотический дух? Он, правда, там уже начал падать? Знаете, здесь, ну, во-первых, там все эти исследования, понятно, что это в чистом виде освоение бюджета, никакого отношения к реальному какому-то воздействию на людей это не имеет. Ну, а что касается вообще самой по себе вот этой патриотической пропаганды, то она идет, она есть, и она наносит какой-то определенный вред. Но вот все вот эти изучения по заказу Госдумы, это, безусловно, в чистом виде освоение бюджета. Ну, можно даже там с некоторой условностью считать, что это хорошая история, потому что это абсолютно впустую потраченные деньги, на которые там, может быть, не будет построен, скажем, один танк или еще что-то вредное, действительно, реально, что-то, что может нанести ущерб, скажем, Украине. Вот, поэтому, ну, можно приветствовать подобного рода бессмысленную трату денег федерального бюджета. Ну, а в целом, еще раз говорю, вот эти все исследования, заказанные Госдумой, это все абсолютно бесполезные, бесполезные, бессмысленные вещи, действительно, освоение бюджета. Что же касается патриотической пропаганды, ну, да, здесь, конечно, какой-то вред есть, потому что, когда эта пропаганда обрушивается на детей, она какой-то эффект имеет. И далеко не все родители могут этому что-то противопоставить, потому что сами родители тоже зачастую сидят в телевизоре и, в принципе, не могут противостоять той лжи и той заразе, которая разъедает детские души. Поэтому, да, вот здесь уже они немножко достигают своего эффекта. Но через какое-то время, когда эта пропаганда начнет очень сильно сталкиваться с полностью противостоящей реальностью, то начнет постепенно у кого-то возникать прозрение. Хотя, в целом, безусловно, излечение вот этой тяжелой болезни, от путинизма, фактически от разновидности фашизма, я думаю, что в самом оптимистичном сценарии на это должны уйти десятилетия, вот выдавливания. Опять-таки, если Россия сохранится в этих границах, то речь идет о десятилетиях. Если Россия не сохранится в этих границах, то ситуация малопредсказуемая, но я думаю, что процесс изменения сознания, связанный с изменением идентификации людей, пройдет очень стремительными темпами. Так что это вот, ну, скажем, заглядывать в будущее здесь довольно сложно, потому что главного условия мы не знаем. Мы не знаем конкретно когда и чем вот конкретно закончится эта война, чем закончится это украинское наступление, которое все ждут. А это самые главные факторы. В отличие от той ерунды, которую вот сейчас заказывает Госдума и так далее, главное это то, что происходит на поле боя. Игорь, вот вы интересно говорите о прозрении россиян, которое должно же все-таки когда-то наступить. А вот скажите, электронные повестки, которые придумали, которые ввели, после введения которых россияне фактически стали, если так можно сказать, военным имуществом, и теперь каким-либо образом законно уклониться от призыва и отправки на войну фактически невозможно. И это вроде бы всем понятно, но как общество это восприняло? А добавило ли это аргументов к прозрению? Или проглотили и как бы все проехали, а теперь только остается собирать вещи и идти на войну? Я думаю, что, ну, собственно говоря, никакого. Конечно, к этому в основном россияне здесь не надо никаких исследований проводить. Понятно, что к этому люди относятся негативно, потому что, значит, фактически железный занавес возник. Он, правда, для не очень большого количества россиян имеет значение, потому что далеко-далеко не все даже имеют загранпаспорта. Поэтому такая опция уехать, она, в общем, существует не у всех. Но железный занавес, он возник примерно для 40 миллионов человек. Это мужчины, которые, в принципе, так или иначе могут быть мобилизованы или призваны. Отношение к этому, естественно, плохое, потому что вещь идет не только о запрете на выезд, не только, собственно, о железном занавесе, но и о запрете на вождение автомобиля, на какие-то сделки с имуществом и так далее. То есть это тотальное поражение в правах, которое грозит примерно 40 миллионам граждан России. Естественно, никакого хорошего отношения к этой идее быть не может. Но, понимаете, слово «прозрение» я, может быть, не очень точно употребил, потому что прозрение означает, что человек был слеп, и вдруг у него открылись глаза. Здесь более сложный процесс. Дело в том, что подавляющее большинство людей, они, в принципе, не готовы глаза открывать, потому что им так удобнее. Не то, чтобы они верят всей той лжи, которую несет российский телевизор, начиная с господина Путина, но они просто не хотят об этом думать. Им так комфортнее. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Суть этой зоны заключается в том, что они просто не хотят ничего знать о том, что происходит, и стараются просто жить, опустив голову в землю, не поднимая ее для того, чтобы не увидеть неприятную правду. Потому что если ты увидишь эту неприятную правду, увидишь реально то, что твоя страна – это фашистский рейх, который напал на соседнюю страну ни с того ни с сего, и там мучает, убивает людей, то что-то надо с этим делать, ведь надо же как-то на это реагировать. А реагировать – это очень некомфортно, потому что это грозит тюрьмой или даже более тяжелыми последствиями. Поэтому люди, основная масса, пребывает в таком состоянии нежелания вообще знать правду. Игорь, чтобы наши разговоры были и интересными, и полезными для россиян, а давайте подумаем, есть ли все-таки какие-то механизмы, чтобы все-таки не пойти в армию, если ты не хочешь. Вот раньше советовали для этого просто избегать всячески похода в военкомат. Теперь, когда повестки стали электронными, эта возможность как бы уже ушла. Тебе приходит в электронный кабинет повестка, и через 7 дней ты в любом случае должен явиться, иначе там уже уголовная ответственность наступает. Ряд активистов вспомнили, что российская конституция гарантирует некую альтернативную службу. Ты имеешь право написать заранее заявление на прохождение этой альтернативной службы. Вы об этом что-то знаете? Как работает эта система? Ну, конечно, я что-то об этом знаю. Значит, но проблема заключается в том, что в России не работают законы. Поэтому, скорее всего, если человек, попав в военкомат, напишет заявление о том, что он хочет попасть на альтернативную службу, то вот местный военком, значит, по определению беспредельщик, он просто скажет, что альтернативную... Ну, он начнет нести какую-нибудь ерунду. У него есть разнарядка. Какое-то количество людей он должен отправить на фронт. Он просто скажет, что это альтернативная служба не для военного времени, или еще придумать какую-нибудь ерунду, и в конечном итоге пытается человека запихнуть на фронт. Значит, я думаю, что существует несколько защитных механизмов для того, чтобы не попасть на фронт и, значит, не стать военным преступником и не погибнуть позорной смертью. Вот это вот то, чего надо избежать. Значит, первый способ – это все-таки не ходить в военкомат. И если речь идет о больших городах, то всегда есть возможность избежать этого, не находиться, например, по месту регистрации для того, чтобы за тобой не пришли. Я просто назову цифры, чтобы было понятно, о чем, собственно говоря, о какой опасности идет речь. Потому что, да, страна превратилась в такой сезон охоты, в такое место охоты за пушечным мясом, но в целом вот объектом этой охоты становится, ну, будем условно говорить, 40 миллионов россиян. На фронт Путину нужно отправить примерно 300-400 тысяч. Вы видите, что здесь вероятность того, что каждый из россиян, который подлежит, является объектом охоты, что он попадет на фронт, она не очень велика. Поэтому, в принципе, люди, которые не идут добровольно в военкомат, что называется, не суют голову в петлю, они оказываются в более выигрышной ситуации. И, ну, например, в больших городах есть возможность, например, жить у знакомых или снять комнату хотя бы для того, чтобы уйти от этой мобилизации. И вероятность того, что, да, конечно, при желании могут найти, разыскать, выловить и так далее. Но, учитывая, что у них план, они идут по пути наименьшего сопротивления. И найти, условно говоря, там по разнарядке более легкую добычу, чем та, которая скрывается, прячется, в общем-то, проще. Поэтому вероятность того, что у вас станут разыскивать и, так сказать, отлавливать, там, с помощью каких-то специальных средств связи и так далее, там, агентурных данных, она не очень велика. Поэтому вероятность того, что вы избежите отправки на фронт, просто скрываясь от этого, да, это, безусловно, не очень комфортно. Но это лучше, чем оказаться на фронте и погибнуть весьма-весьма позорной смертью. Это первая линия защиты. Просто скрываться, просто бежать. Ну, я очень не советую, как тут многие говорят о том, что, ну, вот у нас такая очень прозрачная, неопределенная граница с Татарстаном, можно ее пешком перейти. Я бы этого не рекомендовал делать, потому что это означает, что вы будете находиться на территории другого государства, не имея на это права, и будете там находиться, фактически, так сказать, постоянно рискуя быть депортированным. А из Казахстана, поскольку это все-таки, при том, что там разные отношения в руководство Казахстана с руководством России, но, тем не менее, это страна УДКБ, которая связана вот такими обязательствами. Просто депортируют именно в Россию. Не куда-то там вы сможете уехать из Казахстана, используя эту страну как транзит. Ну, например, Казахстан. А это будет депортация в Россию. Поэтому не советую. Есть следующая линия сопротивления. Это если все-таки вы оказались в военкомате, то, да, альтернативная служба – это первый рубеж вашей обороны. И если это не проходит, то второй рубеж обороны – это заявление, просто публичное, открытое заявление, что вы не хотите идти на фронт. Ну, можно любые причины придумать или назвать искреннюю причину, что вы не поддерживаете эту войну, и считаете, что вы не хотите быть убийцей и так далее. Ну, какой здесь риск? Самое страшное, что здесь может с вами произойти – это уголовное дело. И, соответственно, при каких-то обстоятельствах в этом может быть тюремный срок. Но я совершенно точно могу сказать, что для относительно здорового человека тюрьма – это все-таки очень высокий шанс вернуться оттуда живым. Что же касается фронта, то срок жизни мобилизованного человека, как известно по статистике, это от 30 до 60 дней. То есть, в принципе, явно это очень небольшой срок жизни, поэтому вероятность вернуться оттуда грузом 200 или не вернуться совсем крайне велика. Поэтому это, безусловно, лучше. Ну и последний рубеж вашей обороны, вашей личной безопасности – это попытка сдачи в плен. Да, есть целая программа у украинской армии, которая объясняет, каким образом можно сдаться в плен. При том, что это, да, это последний рубеж вашей обороны, но, тем не менее, конечно, доводить до этого крайне нежелательно, потому что для того, чтобы суметь сдаться в плен, надо быть все-таки довольно опытным бойцом, знать, что такое фронт, понимать, какие здесь риски, и, прежде всего, риски быть убитым в спину своими же, или, если это будет сделано, так сказать, без достаточных мер предосторожности, могут просто неправильно понять украинские военнослужащие. Поэтому это крайняя мера, и желательно до этого не доводить. То есть, на самом деле, если человек твердо решил не идти на эту преступную войну, он всегда сможет туда не идти. То есть, есть, как вы видите, несколько серьезных вариантов и возможностей избежать войны. При желании любой человек, который не хочет стать преступником, не хочет убивать совершенно людей, которые ничего плохого ему не сделали, он всегда может этого избежать. Игорь, спасибо большое за эти советы. Надеемся, они будут услышаны, и это спасет много жизней. Благодарим вас за это включение. Игорь Яковенко, российский журналист и социолог, был в нашем эфире.